Ребята, вы наверное часто, скролля ленту новостей в безудержно катящемся в бездну контактчике, не разно тыкались на странного рода кроссовки, которые похожи то ли на носки, что не стирались года два, то ли на кроссовки, создателем которых был бомж Валера по кличке Модельер, что хитрою уловкой приклеил к своим порткам недавно найденную подошву, и невольно задавали себе вопрос, что это черт возьми такое и с чем его едят? Кто же создатель этого восьмого чудо света и сколько оно будет стоить вам? Что ж, на эти и многие другие вопросы я постараюсь ответить в этом ролике, где расскажу вам все о великом бренде Баленсиага. И если вы узнали о нем совсем недавно, вы удивитесь тем, какая большая история стоит за ним. Также я постараюсь научить вас отличать подделку от оригинала, и конечно же, куда без рубрики нужно ли пояснять с нашим очередным гостем. И если все готовы, мы пожалуй начнем, но не раньше, чем пройдет реклама. Такова жизнь, ребята, реклама, двигатель прогресса. Осень, дождь, холод, ну его эти прогулки, завари-ка лучше чаю, ватрушечку возьми и гоу катать в новую MMORPG BSFG, которая откроется уже 20 октября, вы только взгляните на это. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И да, если на старте ты создашь себе чара под ником MaxPay, и снит, ты получишь на него 500 монет, поэтому дерзайте. История сего бренда относит нас в маленькое испанское поселение под названием Гетария. Ведь именно в нем 21 января 1895 года родился и жил Кристобаль Баленсиага. Его отец Хосе был рыбаком, а мать Мартина работала швеей. И что вы думаете, кому из них Кристобаль помогал? Думаете, отцу? Ведь парень он, пусть морем дух свой закаляет. Но нет, Кристобаль выбрал путь иной. Он с самого детства учился шить одежду. А поскольку среди клиентов его матери были довольно состоятельные дамы, то зачастую они приходили в самых роскошных платьях, от которых Кристобаль не мог оторвать взгляд. Он как будто бы сканировал каждую деталь, дабы научиться делать в разы лучше. И вот однажды к матери пришла очередная знатная особа по имени Маркиза Декаса Торрес. Платье, на которой сидело так нелепо, что маленький 13-летний Кристобаль молчать не смог. Он подошел и промолвил «Модмуазель, я вижу, ваше платье пошил какой-то шарлатан. Его руки явно берут свое начало из пещеры по имени Анус. Не удостоите ли вы меня честью пошить вам платье в разы лучше?» «Что ж», — ответила Маркиза, оценив столь пылки на Рафьюнца, «Заметана, я пришлю за платьицем гонца». Кристобаль принялся за работу. Спустя три дня наряд готов. Женщина в шоке. Как это так? Простой сельский пацан шьет лучше, чем титулованные кутюрье. Вот это нонсенс. Что ж, подумала дама, «Я не позволю пропадать такому таланту в толще сельского дерьма». И взяла его под свою опеку. И уже в 1907 году отправила его набираться опыта к портному в Сан-Себастьяне. После чего он устроился в изысканную лавку под названием «Новая Англия». А чуть погодя и в новое отделение универмага «Гранд Магазин Дю Лувр». Работая во всех этих местах, Кристобаль набрался столько опыта, что уже в 1918 году он открывает свой собственный салон под названием «Кристобаль Баленсиага». А спустя еще шесть лет и свой модный дом с отделениями в Мадриде и Барселоне. Кристобаль открыл себе свой талант. Он добился огромных успехов. И к 21 году он одевал саму испанскую королеву. А всем известная Коко Шанель сказала о нем следующее. «Он единственный кутюрье в прямом смысле этого слова. Все остальные просто дизайнеры». Этот человек был поистине легендарен. Его работы называли произведениями искусства. А его влияние на мир моды, как сказала Лаура Маливи, невозможно измерить. Салон Баленсиага был даже упомянут в литературном произведении ремарка «Жизнь взаймы». Надеюсь, считали. Если нет, то исправьте это. Оно того, поверьте, стоит. Так вот, в одном из эпизодов книги описывается, как героиня романа приходит в бутик и покупает там пять шикарных нарядов, истратив на них все свои сбережения. То есть, вы понимаете, насколько шикарные вещи делал этот человек. До такой степени, что люди были готовы отдать все до копейки, лишь бы это получить. Все это продолжалось вплоть до 1960 года, когда высокая мода начала уступать машинному производству и уже готовой одежде. Проще говоря, мир захватила молодежная мода, и за шикарными нарядами стали приходить все реже и реже. А Баленсиага ни в коем случае не хотел подстраиваться под эту безвкусицу, так как не видел в этом никакого искусства. Он не хотел становиться гребаным масс-маркетом, и его принципы были стальны, вследствие чего он закрыл свои ателье и уехал жить в родную Испанию. А 24 марта 1971 года, великий кутюрье Кристо Баль Баленсиага умер от сердечного приступа на своей вилле в испанском городе Хавеа. После его смерти Брэнд жил, но такими красками, как было раньше, он не играл еще много времен. На данный момент владельцем модного дома Баленсиага является компания Гуччи, а место креативного директора занял дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия, который, сохраняя историческую скульптурность Кристо Баля Баленсиаги, обновил эстетику Брэнда в целом, привнеся в нее часть собственной марки в Этмо. Вот и все, ребята. Такой была история сего великого бренда. Да и рассказал я вам лишь десятую часть всего, что с ним происходило. Мы лишь пробежались по верхушке айсберга, но если есть те, кто хочет узнать больше, я оставлю в описании ссылку на целую статью. И если будет желание, вы всегда сможете со всем ознакомиться намного подробнее. Я вас уверяю, оно того стоит. У этого человека есть чему поучиться, и если вы не амеба и хотите чего-то в этой жизни достичь, он станет вашим кумиром. Поверьте, сын швеи и рыбака, который был вынужден работать с 12 лет, а в 23 открыл собственное ателье, не может не заинтересовать. Ну а мы, собственно, двигаемся дальше. Встречайте нашего гостя. Здорово, бандюги. Давненько я не был на вашем канале. Привет, Макс. Респект вам от Жоры. И сегодня мы вместе с ним попробуем пояснить вам за болинсягу. Как видите, у меня теперь новая поза. Я теперь так буду вещать, чтобы вам было интереснее. Так что я могу сказать об этом бренде? Я думаю, о его истории вы уже услышали чуть-чуть ранее, но я хочу рассказать об опыте эксплуатации непосредственно одних из педалей этого бренда. По классификации лично моей, этот уровень уже ближе к верхушкам, где Louis Vuitton, Dior и Prado. Потому что качество у болинсяги всегда на высшем уровне. Это не мазкина и прочая какая-нибудь хуйня такая, типа блатная, но не совсем. Эти кеды я носил очень давно. Вот здесь вот будет фотка, чтобы вы поняли, что это за кеды. Они просто, блядь, как монолитные кирпичи. Их убить практически невозможно. Это одни из лучших точно кед. Они по уровню четко соответствуют уровню Louis Vuitton, Chanel, Prado и, как я уже говорил, всем крутым, реально самым крутым брендам. Потому что качество исполнения просто восхитительно. Да, они стоят до хуя. Я их носил Kanye West раньше. Они были раньше модные, сейчас они уже не такие модные. Но это такие классические высокие сникеры, как их там называют, хайтопы или что, я не знаю. В общем, по качеству вообще идеально. Очень-очень круто. Стоит ли за них пояснять? Ну и, блядь, это просто смешно. Если тебя заставили пояснять за болинсягу, пизда нахуй. Нахуй так жить? Я думаю, что, блядь, тебя уже тогда всю жизнь за все будут пояснять, спрашивать. Потому что ты уже тогда будешь пояснять за то, за то, что, блядь, идет дождь, за то, что, блядь, светит солнце, за то, что, блядь, дует ветер. За все это ты, будь уверен, ты будешь все пояснять, блядь. Если к тебе подошли и попросили пояснить за болинсягу. Более, блядь, никакого, не относящиеся ни к каким движениям бренда представить себе сложно. Как и Луи Виттоне, и как и многие другие. Блядь, просто смешно. Поэтому я не думаю, что у тебя возникнут проблемы с пояснением за болинсягу. Всем пока. Я думаю, я вам ответил на все интересующие вопросы. Ну а теперь, юнцы, я научу вас отличать оригинал от подделки на примере, наверное, самой ныне хайповой пари кроссовок Speed Trainer стоимостью 690 евро. В переводе на русский рубль 50 тысяч, а на старо-белорусских это 16 миллионов рублей. Не дурно, скажете вы за пару кроссовок, но что поделать, красота требует жертв. А жертвы не должны быть напрасны. Именно поэтому сейчас мы научимся покупать оригинальные тапки. Итак, начнем с коробки. Вот так выглядит оригинал. Так выглядит фейк. Запомнили? Уяснили? Едем дальше. Смотрим на маркировочную наклейку. Вот оригинал, вот фейк. Ура! Приступим и к кроссовкам, пожалуй. Итак, надпись Balenciaga должна быть нанесена примерно на 1 сантиметр выше подошвы и располагаться ровно между двумя полосками на подошве. Вот этой и вот этой. У фейка же она либо прям у подошвы, либо расположена у черта на куличках. Так же зачастую она изогнута как дуга. Ну и напоследок давайте достанем стельку. В оригинале она вот такая, а в подделке будто бы расстреляна из картечи и выглядит как-то стрёмно, скажем так. Так же в комплект оригинальной пары будет входить тканевый мешок для хранения кроссовок, когда в подделке будет одна лишь туалетная бумага. На этом всё, спасибо за просмотр. Я буду очень рад, если вы поставите этому ролику лайк и сделаете репост к себе на страницу из моей группы. За это я рандомно выберу 5 человек и распишусь у них на стене. И ещё, ребята, одна просьба чисто по-братски. Кликните по колокольчику, дабы не пропускать мои ролики, так как Ютуб нынче болеет и не всегда показывает вам новые видосики. А в общем и всё, всех люблю, всех целую.